Всем привет! Это Малоземов проверит. Много приходит вопросов и комментариев, и сегодня я хотел бы ответить на один из самых частых. Вот я исследую все эти вопросы, связанные с питанием, вообще здоровым образом жизни, а что же делаю я сам для того, чтобы жить долго и счастливо. Спорт и питание интересовал некоторых людей, которые писали свои комментарии, и сегодня я расскажу, как же поступаю я сам. Ну, во-первых, что касается питания. Я стараюсь, чтобы, конечно, у меня не было перебора по калориям. То есть, конечно, в моей школьной, студенческой молодости я был пленником вот этих стереотипов, так сказать, полученных с молоком матери, о том, что надо есть основательно, особенно на обед, ну, в том числе и на ужин тоже, обязательно есть три блюда, чтобы там непременно был суп и так далее. И, честно говоря, не всегда я как-то очень уж хорошо себя после этого чувствовал. Сейчас, после всего прочитанного, после всех вот интервью, взятых там несколько сотен, у светил мировых, научных, которые изучают еду и ее влияние на здоровье, конечно, я уже не ем так много. Потому что, ну, нам не нужно это. И ты чувствуешь себя после этого лучше. Во-первых, завтрак. Моя привычка состоит в том, чтобы завтрак был достаточно плотным. И после него я безо всяких чаепитий с печеньями дотягивал хорошо до обеда. Как я этого добиваюсь? Завтрак белковый. Несколько вариантов у меня существует, таких отработанных, любимых. Один вариант, самый частый, связан с яйцами. Два-три яйца в разных видах. Либо это глазунья, либо это скрэмбл, ну, то есть такой омлет-болтушка. И где-то, если это отель, то там уж беру, что придется, омлет или что-то в этом роде. Это вот один вариант, к которому прилагаются там какие-нибудь листья салата, огурчик, несколько помидоров черри, плюс чашка кофе с молоком и несколько печеней, ну, каких-нибудь таких умеренных типа крекеров. Крекер с кунжутом отличный вариант. Кстати, не очень калорийный по сравнению со многими другими видами печенья. Второй вариант связан с творогом. Творог – это высокобелковый продукт, и его достаточно не очень большое количество. Тем более я люблю его смешивать еще с греческим йогуртом и с какими-нибудь ягодами, которые я беру замороженные, ставлю в микроволновку, чуть-чуть подогреваю, добавляю, и никакого сахара даже не надо. Какой-нибудь творог такой вкусный, есть там у меня любимые, плюс греческий йогурт без сахара, плюс ягоды – все это дает хороший вкус, никакого лишнего сахара. Сладкие творожки, сладкие йогурты, сладкие творожные массы – это все не мой выбор, потому что там чудовищно много сахара. А сахар – это наш враг в больших количествах, конечно, несомненно. Третий вариант связан с кашей. Овсяная каша, сваренная на слегка разбавленном водой молоке, плюс к этому прилагается сыр для увеличения количества белка, это тоже дает хорошую сытость. В последнее время я открываю для себя, снова открываю, потому что в детстве оно было в моем рационе, толокно. Это обжаренный овес, размолотый, такой древний русский продукт. Очень хорошо. Я был в Сергиевом посаде, там есть исследователи старинного русского рациона, и вот они мне показали очень быстрый хороший рецепт. Можно толокно, даже не нагревая, развести хоть в кефире, хоть в сливках. Ну, сливки – это такой десертный вариант, более жирный. Ну, вот в кефире, например. Разводишь толокно быстренько, прям в холодном, добавляешь, опять же, ягод, и получается такая очень быстрая, за полторы минутки, быстрая замена овсяной каши. Тоже очень вкусный, я люблю этот вкус, хороший и сытный вариант. Важно, чтобы до обеда тебе не хотелось пойти попить кофе, а эти вот наши, в том числе и у нас тут рядом с редакцией, много мест, где продаются латте, раф, вот эти капучино, в которые сразу они зачем-то добавляют много сахарного сиропа. Получается прям кошмар с диетологической точки зрения. Обед. Обед у меня – это два блюда, как правило. Суп плюс второе, либо это салат тоже плюс второе. Я стараюсь, чтобы это было невелико по объему, потому что чувствую, что три для меня – это чересчур. Я не занимаюсь безумной физической работой, мне не надо столько калорий. Поэтому я выбираю, вот как сегодня у меня было, например, салат с морской капустой и морковкой, и куриная печенка с небольшим количеством картофельного пюре. И там стакан чая, и мне достаточно. До вечера дотяну, а вечером будут какие-нибудь спагетти с помидорками черри. Вот мой любимый быстрый рецепт, если ничего там нет, семья где-то отсутствует или им там не до того. В общем, я беру, томлю на оливковом масле помидоры черри, в это время варю хорошие спагетти, соединяю. Ну, чеснок не очень люблю, хотя по рецепту полагается черного перца чуть-чуть и прям очень хорошо, сытный, но в то же время не очень калорийный ужин готов. Десерт. Конечно, я люблю сладкое. И, честно говоря, нет проблемы в том, если вы будете есть десерт после нормальной еды. Потому что сахар, конечно, вреден, но он вреден только в избыточных количествах. Для мужчины это, вот если руководствоваться американскими рекомендациями, для мужчины это примерно 36 граммов, 9 чайных ложек сахара в день, добавленного сахара. А для женщины это где-то 6 чайных ложек. Для детей, соответственно, меньше. Если не превышать это количество, то никакой проблемы не будет, а наоборот, даже получишь удовольствие от жизни. Что касается спорта, я стараюсь минимизировать перемещение на автотранспорте. Потому что это сидение многочасовое, стараюсь избегать этого, как только можно. В будние дни практически никогда не беру личную машину, хоть меня жена за это и ругает. Но вот в выходные там, мы куда-то выезжаем, я беру, езжу, смешно сказать, на спидометре 14 тысяч километров, и машина 11-го года. Вот смешно сказать, но это так. Я стараюсь ездить на метро, на трамвае, на электробусе. Вот у нас здесь на северо-востоке Москвы ходят очень хорошо. В всяких маршрутках иногда практикую подмосковные электрички, когда мы едем куда-то на съемки. И это заставляет ходить пешком. На эскалаторе метро обязательно стараюсь не стоять, а идти, чтобы опять же давать себе эту нагрузку. Это очень важно. Все-таки международная рекомендация, которая касается 10 тысяч шагов в день, она является таким золотым стандартом, и лучше стараться это поддерживать. Плюс у меня есть абонемент в спортклуб, который находится у нас неподалеку здесь, от телецентра Останкино. И перед работой иногда мне удается забежать туда поплавать минут 40 разными стилями, в разной нагрузке, главное, не останавливаясь. Важно, чтобы хотя бы полчаса в неделю у тебя был пульс выше среднего на 50%. То есть чтобы ты разгонял кровь по организму, образно говоря. И это хорошо отражается на состоянии сосудов, множество исследований этому посвящено, и на работе мозга. И так далее и тому подобное. И со всех сторон это хорошо. Я для себя выбрал плавание, мне оно как-то идет, я после него лучше себя чувствую, и не так плохо переношу потом сидячие периоды, которые случаются где-то в самолетах, на работе и так далее. И вот таким образом я и реализую свой план здорового образа жизни, как я его вижу. Пишите, что думаете об этом вы, какие ваши рецепты хорошего самочувствия. Мне это все интересно, буду благодарен за комментарии. Новые ролики по понедельникам, средам и пятницам. Подписывайтесь, ставьте лайки, буду признателен. До встречи.